Хочу показать, как выглядят краковские блони сейчас. Сейчас сентябрь, и на краковских блонях можно прийти и посмотреть на пчел. Есть еще корова с телятами, овцы, кони. Ну, интересно, они уже здесь неделю. Я этого не знала, правда, чисто случайно. Просто мы переходили дорогу, увидели, что здесь животные, и решили прийти. И они здесь будут еще неделю, до 16 сентября. От пчел я вообще в восторге. Можно пройти там, где улики, посмотреть, как пчелы откладывают мед и так далее. Ну, вообще, очень здорово. Можно нагревать. А утро так само можно пшить? Можно. И тут открываем, открываем пул. Открываем пул. И так выглядит пул в środке. Можешь подмухать немножко. Тут еще мощнее на пчелы. Так, о, то они тогда уcieкнут. Вiesz? Поставим их, чтобы нам это не мешало. И будем смотреть, что в этом пулу есть интересного. Ну, первая лампочка тут есть пустая. И теперь на следующий уже есть миот. Видачь, как миотик брызжит. Правда? Супер. И тут есть миотик засклепион. А тут еще миотик брызжит. А тут еще миотик брызжит. Потом вкладываем миотик в специальной вирушке. И там вирует. Видачь? Видачь, где еще миотик брызжит. Супер. А кролю не можно посмотреть. Нише, что мы найдем. Бедем пчелка, конечно. Бедемо пчелка. А тут из этого будут вылезать молодые пчелки. А тут из бюрка пчелок. А тут из бюрка пчелок. Они работают целый час. Ага, из этих, так? Из этих, так. А тут миот. А тут миот. Какая пчелка мая. Так? Так. Какая пчелка миотик. Ну и тут тоже, что? Супер, так. Тут из этой стороны еще меньше. Пчелар в видеть, правда? Тут в гуру. Идем, еще пчелки. Ну и тут где-то может быть кролова. О, а тут пчелка ма пчелка ма пыль на ножках. Видишь? Принесла пыль с квиатушка. Тут та пчелка, которая тут идёт. Ма пыль. И они там пыль к себе склата. И там же много. Там же много. Там же много. Девятый свят. А есть кролова. А то оно так позначено есть? Так, есть означено, потому что мы означимаем, чтобы ее легко было найти. И по рот, через 5 лет, есть 5 цветов. И по рот есть и в этом году, есть цветовый цвет. В прошлом году был желтый цвет. Ага. Но в прошлом году есть другой цвет, потому что мама живет максимально 5 лет. И для того, чтобы было обычно длиннее, но для того, чтобы знать, что года она тоже ознакомилась. Ага, супер. Да, так. Не всегда есть на последнем, вишь? Аккуратно так вот пришла. Ну да. А здесь можно полежать на уликах, подышать медом и послушать жужжание пчел. Вот корова с телятами. Один теленок выскочил из загородки, и ребята, которые следят за этим всем, догоняли. Этого теленка пытались ловить, то корова, конечно, очень нервничала. В этот момент так интересно было. Точно вот мама. Здесь можно покататься на лошадях. Этих маленьких. Это все бесплатно. До шести часов можно приходить, по-моему, с десяти утра, не помню, до шести вечера. И вот так вот по кружочку катают. Только дети обязательно должны быть с кем-то вот из опекунов. Ну, родители там или кто с ними придет. Оп. Сторонатый лошад. Это овцы. Такие забавные вообще классные. Кстати, про лошадей. Вот в воскресенье 9-го числа и воскресенье 16-го числа будет гонки на лошадях с трех часов до шести. Приходите, я думаю, будет интересно. Ну, что Пану надо сказать? Пану надо сказать? Пану надо сказать? Пану надо сказать? Вот это будет. Очень злой. Может не. Давай. Может быть. Продолжение следует...